Сегодня продолжается весьма интересная серия противостояния Восточной Конференции. Металлург Магнитогорский приехал в гости к Салавату Юлаеву. Тимкина и в итоге там уже Рыбин действует против Антипина и шайба достается Салавату. Ткачев перед ним Бирюков, Ткачев налево, пас, бросок и шайба в воротах. Салават Юлаев открывает что-то матч. Это, я так думаю, что это первый бросок в игре вообще в принципе на две команды. Ну, не на две команды, первый бросок Салават Юлаева в этом матче. И сразу же шайба влетает в ворота. Я думаю, что Кошечкина здесь сменить не стоит, потому что, ну, да, вроде бы первый бросок сразу же пропустил. Но понятно, что тут такой момент. Тут, наверное, вратарю было сложно. Не доставляет удовольствия ни игрокам, ни болельщикам Металлурга. Начало этого матча пока что такое не самое удачное. Ну, меньшинство надо здесь выдержать. Хотя не удается выдержать. Хартиканин, продлевший контракт, сразу же, не сколько там, секунд 12 потратил Салават Юлаев на этот розыгрыш. Вряд ли больше. Уморк передача. Хартиканин получает пас, но два броска, два гола. Магнитке как-то подсобраться надо бы. Эллисон, ну, формально Эллисон, поскольку он центральный. Но мы понимаем, да, что тройка Мазякина в первую очередь. Вот они так и упираются раз за разом в Кадекина с партнерами. Кадекин! Ну, что такое? 3-0! 3-0! 3 броска, 3 гола! Металлург, вы вообще играть-то будете, нет, сегодня в хоккей? Александр Кадейкин. Ну, понятно, Кошечкин поехал на лавку. Ну, если все, залетает, что тут. Да. Артем Загидулин готовится выходить на лед. Смотрим, что происходило. Игроки меньшинства плюс Мецела были готовы, успевали переместиться, успевали заблокировать эти броски. И там в какой-то момент мы видели, Мазякин уже начинает психовать, уже бросать сам из любой позиции. Но вот сейчас опасно может все-таки получиться. Мецела шайбу забирает себе. Может быть, сейчас вот Кошечкин отдохнет. Так, 2 в 1 здесь бегут уфимцы. Бросок Загидулин! Загидулин выручает. Это Максим Рыбин. Отковал ворота. Ну, вот, видите, Загидулин уже что-то тут наспасал. Да, а вот сейчас ничего уже не в состоянии сделать Загидулин. Тут в пустые ворота заносит шайбу Максим Рыбин. 4-0. 4-0. А еще первый период недоигран. Удивительный матч. Кимпанин выиграл. Горев вдоль борта. Хартиканин и пятак. 5-0. 5-0. Ничего не получается у Металлурга. Вроде бы только-только придут в себя. Только-только там поиграют в атаке. Может быть, даже какие-то моментики, не моментики. Ну, что-то такое более-менее. Создадут там у чужих ворот, побросают. Отбросил ее снова, да. В глубину зоны. И потом уже ушел на смену. Салат возвращается в атаку. И Ткачев объезжает в ворота. Загидулин останавливает шайбу. Еще бросок Рыбин. Ну, там, я не знаю, может быть, даже и в Бурмистров попал, который во вратарской площади лежит. Может быть, не в Бурмистров, а в кого-то еще. Но, в общем, в кого-то из игроков, которые были там. Хартиканин в угол на Умарка. Но мы помним, сегодня в большинстве одну Салават забил. И магнитку уже в полном составе. Хартиканин в упор расстреливает. Но Загидулин на этот раз останавливает бросок финского форварда. Вот Тимкин после вбрасывания бросает к воротам. Не попадает при этом. А вот это опасно. Тимкин бросок выше. Провалились, да, но в любом случае все-таки умели. Но тут уже такие голы в стиле Шумакова будут пытаться, видимо, забивать. Понес туда, в верхний угол, но здесь ему не позволили. Просто так Матушкина пройти не вышло. Рыбин подбирает после этого шайбу. Еще наброс от Арзамасов. Рыбин переигрывает или нет? Нет, пока что. Но игра-то не остановлена еще. Свистка-то нет. Вот тут вывозит шайбу. А там Шор. Бросок воротом. Там еще Лидимов мог подправить. Шор. Передача направо. Еще бросок и гол. 5-1. Не будет Сухаря Юхи Мецелы. И это Дмитрий Зайцев. Вот молодой защитник. Лишает Мецелу возможности впервые в КХЛ сыграть на ноль в плей-офф. Ну а Дмитрий Зайцев, если бы как-нибудь по-другому отскочило, а Загидулин бы не успел вернуться в ворота, это мог быть еще один такой курьезный, может быть, гол. Но нет. Тут Лихаршет не сыграл на руку Салават Юлаеву. И в итоге финальная сирена. 5-1.